Рациональная индустриализация и курсные инновации. Освоение уникальных производств и выпуск товаров, не имеющих аналогов на внутреннем рынке и пользующихся спросом на внешних. Такие цели стоят перед отечественными производителями. Задачи не из легких и рассчитанные не на один год. Успешные примеры есть уже сегодня. Единственный в Средней Азии завод по сборке летательных аппаратов, вертолетов. И продукт это не простой, а самый лучший в мире. Казахстанно-французское совместное предприятие Еврокоптер в Астане пока собирает одну модель, но останавливаться на этом не собирается. Это чудо-птица технологическое творение весит всего 1800 килограмм. А поднять может еще три тонны. Машина может лететь 700 километров без подзаправки на высоте 4000 метров. Кстати, этот вертолет из медицинского можно превратить в транспортный всего за два часа. Французские двигатели, японские редукторы и оборудование из Германии. Комплектующие поступают со всего света. Здесь осуществляется узловая сборка модели. В производстве активно используются новые разработки. Снижен расход топлива за счет улучшенной аэродинамики хвоста. Лопасти без срока годности сконструированы так, чтобы снизить уровень шума. В отличие от российских, они не имеют предельного ресурса и могут использоваться до бесконечности. Основное это дигитальное оборудование. Также на случай отказа дигитального у нас есть аналоговые приборы. Это часы, измеритель скорости, авиагоризонт, высотомер и измеритель оборотов числа двигателей и главного редуктора. Несмотря на то, что вертолеты имеют разное предназначение, в том числе и для личного пользования, основные клиенты – Министерство обороны и МЧС. Но сферы применения гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Миссиями может быть поисково-спасательная, медицинская, транспортная. Это может быть контроль трубопроводов, контроль. Это может использоваться в МВД, в частности, для патрулирования автомобильных дорог, для Экспо-2017. Виктор Асматюшин в Астане три месяца. Больше всего гости из Прибалтики поразили масштабы нашей необъятной страны. Мы перегоняли первые вертолеты, которые были собраны на этом заводе, из Астаны в Алмату. И можете себе представить, что, вылетая из Астаны, например, здесь была фурга, метель. Подлетая к Валхашу, у нас была типа ранней весны какой-то. Мы прошли несколько климатических зон от снега до весны. А в Алмату, когда приземлились, там было плюс 16. Своим профессиональным взглядом Виктор соценивает не только наши достижения, но и недоработки. Как использовать эти технологические новшества в полной мере? Все преимущества вертолетостроения неизбежно сталкиваются с определенными барьерами. Техника очень современная, а инфраструктура отстает. Я имею в виду, что заправочные базы, скажем, неорганизованы. Нету каких-то промежуточных пунктов, где бы экипажи могли заправиться или получить какое-то дополнительное обслуживание. Расстояние огромное, и для, скажем, создать такую технику, чтобы он мог лететь 5 или 10 часов без посадки, это нереально. Свои трудности есть и в черте города. Для того, чтобы оперативно спасать жизнь и доставлять людей и врачей в пункты помощи, необходимы дополнительные вложения. Если Министерство здравоохранения планирует широко использовать эти вертолеты, а они для этого и закупаются, то они, конечно, обязаны вложить средства в оборудование посадочных площадок возле основных больниц, что и делается везде, везде в мире. Вот уже 50 лет компания «Еврокоптер» в авангарде вертолетостроения. Машины летают все быстрее, дальше, а главное – безопаснее. Модель ИСИ-145 впервые была представлена в Лас-Вегасе 14 лет назад, а сегодня их бродано более 300 по всему миру. Не только собирать, но и обучать было решено с самого начала. Сейчас учебный центр для пилотов претендует на международную сертификацию. Хладнокровность и сообразительность, ориентация в пространстве, знание английского языка, а еще 70 летных часов в качестве командира воздушного судна – это необходимый минимум для пилотов-новобранцев. Конкретная цель такая – прежде всего сертифицировать наш центр, подготовить местных специалистов себе замену. И через год, через два, с чувством исполнил, долго покинуть эту страну, зная, что здесь работают достойные люди. На данный момент мы находимся в камере итальянского производства Плаутер. Ну вот здесь осуществляется покраска, дизайн, полировка. Знакомый процесс для любого производства. Ничего удивительного. Но даже в таких мелочах компания Еврокоптер проводит обязательное специальное обучение. Проходили обучение 6 месяцев в Германии. Сдавали тесты, были экзамены. 5,5 миллионов долларов. Такая цена за вертолет ИСИ-145 указана в Википедии. Мы попытались узнать, в какую сумму обойдется вертолет частному покупателю в Казахстане. Но оказалось, что это коммерческая тайна. Все зависит от комплектации, а разбег цен колоссальный. Вот скажем, две цены. Для Министерства обороны существует одна цена, а для МЧС – другая цена. Почему? Потому что, соответственно, эмиссии и конфигурации совершенно различны. Если для Министерства обороны это транспортный и десантный вариант, то для МЧС – поисково-спасательный, медицинский оборудование. А это оборудование довольно недешевое. 20 летательных аппаратов за три года – отличный показатель, учитывая кропотливость труда. Сейчас завод ведет работу с потенциальными покупателями – Туркменистаном, Азербайджаном, Монголии. Некоторые делегации уже побывали в этом павильоне и продукцией заинтересовались. К тому же с 2015 года начнут собирать востребованный военный аппарат. Буквально летом мы презентовали новую модель вертолета ЕСИ-645. Это боевой вертолет, который будет оборудован крупнокалиберными пулеметами, управляемыми и управляемыми снарядами. Этот завод – наглядный пример успешного сотрудничества с мировыми лидерами авиастроения. Made in Kazakhstan. Гордо говорят сотрудники компании, продукция которой всегда на высоте, в прямом и в переносном смысле. Это и своеобразный ориентир для других отечественных предприятий, которые пока только находятся на взлетной полосе и готовятся к непростому старту в условиях глобальной конкуренции. Редактор субтитров А.Семкин